народ всем привет рад снова видеть вас на своем канале решили запустить с моим товарищем новый формат в рамках макро толк да то есть мы будем разговаривать о макро о том что происходит на финансовых рынках давайте представлю своего товарища собеседника старого знакомого андрей проработал 10 лет на руководящих должностях в казначействе отделка казначейства в коммерческих банках 20 лет опыта работы в казначействе кому интересно эта работа на спотовом рынке ну и балансировка баланса то есть скажем так такие сведения остатков да вот на переход на следующий день но работа достаточно интересно кстати андрей а ну вообще это интересно или нет это но такая деятельность да вот в банке всем доброго дня так ну здрасте я думаю ответ простой я думаю то самое интересное работа банковской сфере если так коротко не ну думаю да да есть направление операционисты и те которые кредиты выдают большое уважение депозитчики которые принимают казначейство такое банк в банке который регулирует ликвидность и руководит и вами и бассивами и балансом между выданными ресурсами полученными также работает на межбанковском рынке покупают продают валюту но это большие суммы вот импорт экспорт в основном подошвение кредитов так что это очень занимательный интерес и дает представление в принципе как работает экономика ну то есть это максимально близко к финансами трейдингу да вот к рынкам в целом да то есть то что может быть в банке то есть там отделы но которые работают с клиентами а если дело вот но которая реально работают с финансовой стороной банка которую мало кто видит в принципе наверное интересно да но есть еще отдел ценных бумаг ну так как у нас в стране к сожалению пока рынок практически не развит чисто наверно ближе всего к этому к рыночным отношениям к рынкам и эта вся информация на первую очередь получается казачистом это носится уже руководству для принятия управленческих решений интересно так ну что ж что у нас было на этой неделе давайте обсудим буквально андрей андрей нам расскажет о ситуации с процентной ставкой в украине и оказывается понизили на самом деле узнаем у андрея чем что что для нас да что для нас обычных граждан что мы можем из этого получить или потерять бог его знает ну и андрей у нас на сегодняшний день специализируется на крит на рынке на крипто рынке на самом деле это достаточно интересно будет послушать мнение вот ну давайте может мы сразу затронем историю то что происходило в новостном фоне что у нас происходило на финны рынках ну я бы отметил бы до заседания центральных банков у нас было фрс ецб сегодня был банк японии вчерашние данные по ввп в штатах тоже были интересны ну и сегодняшние данные по потребительскому сектору думаю это те новости да которые на самом деле крайне важны для рынков но и которые задают погоду скажем так вот ты следил да андрей за новостями или как как ты вообще учитывая что ты теперь в крипте как бы для вас этот мир макро следить за новостями я ты прекрасно знаешь что я еще телерам канал поэтому это можно сказать что такое хобби и с восемнадцатого года поэтому я слежу за новостями принципе мне саму это интересно и я хочу быть в рынке и время от времени это нужно и в работе очень очень часто вернее они время от времени и были очень интересного самое главное новость это то что американцы американский нацбанк фрс поднял процентную ставку на 025 как ожидал весь рынок они последние сюрпризы не делают и делают то что рынки ожидают вот и самое главное что рынки теперь вот ждут и хотят определиться что это будет пауза теперь вышли на плато по процентной ставки в сша на пять с половиной ну пять с пятеро пять с половиной или 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 опять они будут повышать ну понятно что пауза как всегда расплывчато трактовками своими размазал да да это уже тренд уже тренда у него возможности для прогнозов поэтому мне кажется что мы все-таки сейчас последнее в следующие остановимся на этом уровне я думаю европа еще поднимаю ставочку как ты думаешь женой честно говоря я думаю даже даже но опять-таки они же сейчас все но это уже тоже тренд что они теперь действуют от данных данным да то есть получается следующее заседание аж в сентябре и мы получим до этого времени два блока по рынку труда и по инфляции то есть в общем то сегодняшние данные вот были кстати были предварительные данные по инфляции за июль в германии инфляция снизилась больше ожиданий но она все равно ну там буквально там на 0 1 да она вот опередила ожидания рынка то есть оказалось ниже чем ожидалось вот и ну я на самом деле если сравнивать вот две экономики до америку и европу то на мой взгляд европа в гораздо более сложном положении учитывая там яйца и пойма и настроение и и рынок недвижимости тоже да там послабее на мой взгляд как раз таки инфляция будет в европе снижаться быстрее чем что непонятно куда куда им повышать ставку еще непонятно ну учитывая что это еще и евроколхоз да то есть как бы но и кстати интересные графики от западных трейдеров западных аналитиков трейдерам это не интересно от западных аналитиков о том что про то ли 2 квартала подряд у нас бонды германии продаются с баланса ецб а бонды италии покупаются то есть у нас идет ну такой неровная до история то есть для кого-то и так югей а для кого-то и таки и остается ну и вопрос том сколько это может продолжаться но это конечно такие больше дискуссионные вопросы то есть мое мнение на самом деле что инфляция будет в европе снижаться этапа это развяжет руки и cb то есть я думаю как то там ну и и пресловутая база до база чем говорят все что там высокая база прошлого года по инфляции если посмотреть на базы но база это чтобы вы понимали база это ну скажем так ежемесячные темпы про прошлого года вот там в штатах до апрельма июня не были там в районе там 0709 процента каждый месяц сейчас они идут что и повышала до годовые темпы инфляции в прошлом году и которых пришелся именно на июнь там было около 9 процентов сейчас мы имеем ежемесячную динамику там 0203 процента то есть из-за того что извини пожалуйста в прошлом году если мы имели инфляцию по отношению это было друг к цифрам которые были два года назад то сейчас мы имеем цифры которые относятся к году назад и за счет этого мы должны мы должны это учитывать в анализе когда мы видим цифры и сравниваем они снежат мы думаем что снижается но мы не учитываем эффект низкой базы который высокая база была поэтому поэтому как бы но это давно уже было понятно и аналитики с начала текущего года уже писали о том что давайте уже обращать внимание на ежемесячные темпы потому что годовые темпы не информативны поскольку у нас шел максимальный рост инфляции в прошлом году вот именно весенние месяцы и максимум был на июнь поэтому сейчас многие смотрят это правильно на самом деле смотрят именно на ежемесячный прирост поскольку есть не некое искажение к годовой динамики и так далее и вот кстати вот максимум максимум по инфляции в штатах штатах был про прошлом году в июне а в европе он был в декабре то есть лак в полгода получился и получается что сейчас за счет замедление экономики европы в большей степени чем штатах у нас инфляция так и ежемесячная будет снижаться так еще и база будет повышаться то есть получается что медленные ежемесячные темпы роста до наложится на повышающуюся базу и мы получим более глубокое резкое снижение по сути в штатах мы это мы этот цикл уже прошли в июне да то есть мы увидели в июне годовые темпы там 2 9 2 и 9 с копейками то есть ближе к трем то вот этот эффект в европе он будет только впереди то есть он будет в осенние месяцы я вот думаю что как раз таки рынок в эту вилку не закладывает и это и вопросы к евро кстати что думаешь какие именно вопросы к евро а потому что быстрые темпы снижения инфляции в европе и как минимум не снижение инфляция больше в штатах из-за повышающейся теперь базы уже с июля месяца и мы видим что кстати экономика америке оживилась мы это видим и по вчерашним данным по новым заказом на на товары гражданского назначения мы это видим сегодня по потребительским расходам к которые в реальном выражении выросли на пол процента относительно относительно мая то есть мы видим что экономика америке оживает и поймайте июльские они выросли в то время как по предварительным данным в июле поймай в европе продолжил снижаться то есть мы имеем вилку между двумя экономиками экономика и европы явно слабее дальше а экономика америке пытается окрепнуть и вот эта история она наложится на ожидаемую инфляцию то есть на инфляционные процессы я думаю что штатах инфляция начнет потихонечку отрастать а в европе годовые темпы естественно а в европе снижаться и мы получим вот переоценку евро в плане того что не cb теперь имеет возможность смягчиться им это необходимо а америка не сможет и и вот вот то на что рынок ставил на в начале года когда евро рост на было же был же консенсус в том что и америк экономика европы будет крепче чем экономика америки и инфляция там будут устойчивее cb будет жестче чем фрс теперь будет переворот учитывая что курс уже у нас на самом деле под под зайдется прилично мы можем получить неплохое древко вниз сегодня если если свести это курсу сейчас это день 1030 то ну мы видели резкое снижение он дошел до выше чем 112 я этого ожидал я не думал что на 110 пробьем вверх я ожидал раньше что мы снизимся но по твоим словам нет я вижу что ты как и я нет я думаю что евро будет снижаться и цель 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 может быть пределах нескольких месяцев это 105 я вижу а там может быть и претит если дальше поэтому ну я вывод какой-то из твоих слов я делаю то что евро будет снижаться разделяешь конечно разделяю дает меня тоже думал 105 там будет уже интрига идти потому что там ну как бы технический уровень есть да там на 1 ну там ну я бы отметил бы зону 106 105 ну да 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 106 105 да там уже будет видно потому что там посмотрим что реально будут происходить шансы к паритету я думаю что есть однозначно но после прохода 105 ну вот так обозначим это вот в два в два этапа да вот я начале дома я бы здесь добавил еще что в пользу укрепления доллара то что минфин сша после того как упразднили пока что потом у вас долга насчет вопрос их перед выборами они начинают уже пылесосить ликвидность доллара вы с рынка и обычно когда они это делают курс доллара растет укрепляется да но здесь неоднозначно здесь не ты хочешь что-то добавить да нет я хотел по этому поводу сказал что это мое мнение смотри там есть такая интересная картина накоплен большой счет рэпу обратных это от фондов инвестирующих в денежный рынок окна называемая market money фан займем и и счет там был 20 на триллиона долларов то есть на самом деле это абсорбция ликвидности было которая которая была избыточна векли в двадцатом да вот и 21 вот она отчасти осела на счете минфина в то время там счет был по 2 триллиона тоже и осела на счете вот это обратная рэпу это за но ты андрей знаешь это за залоговая операция да с центральным банком об обязательстве об обязательном обратном выкупе через как какой-то срок и вот эти бумаги то есть этот объем он остается что делает минфин он повышает он на новых аукционах сделал ставки выше чем ставки денежного рынка и это естественным образом стимулирует да вот денежные фонды пили пили перекатывать да с и обратных рэпу вы новые аукционы коротких облигаций денежного рынка то есть там до года условно и вот вот этот баланс да то есть ликвидность у нас не снижается с вас свободно но она и не растет потому что у нас есть перелив вопрос будет осенью когда плюс-минус думаю что таких вот времени хватит примерно на три-четыре месяца таких действий и вопрос будет осенью когда счет станет ниже триллиона что что тогда да то есть деньги заканчиваются ну два где два триллиона есть она дочери извини не совсем соглашусь я думаю что все таки ликвидность сокращается происходит одновременно что казначейство операции рэпо да но одновременно казначейство застывает ликвидность рынка пылесосит и плюс фрс продолжает кути сокращать денежную массу и где это топливо для рынка рынке сейчас растут если тогда не росли доходили до своих максимумов на на том что печатали бабло максимально то что происходит сейчас это хайп искусственного интеллекта форма которая включилась и просто люди идут за трендом мне кажется оснований особо не вижу личной для дальнейшего роста может быть мы конечно и хаи проверим которые были по снг например но фундаментально я вижу что нет топлива для рынка нет пока если я не начну печатать деньги не совершать ставку то непонятно за счет чего мы там дальше будут расти куда и на самом деле здесь вопрос кстати что что касается опять-таки вот если говорить о ликвидности то вот на текущей неделе липи то есть надо получается на среду этой недели ликвидность у нас чистая свободная ликвидность снизилась на на 43 миллиарда она на самом деле остается это я я делаю их еженедельный обзор у себя в аналитике вот и вот так и такая там история она на самом деле плоская то есть понятное дело что хорошего здесь тоже ничего нет то есть понятное дело что это не стимулирует покупки по фонде ну и нюанс нужно тоже сейчас до история с экономикой это сейчас мне кажется что надо разделить экономические условия и финансовые потому что на сегодняшний это крайне важно народ ждет софт лендинг это понятно даже возможно он и будет я делал обзор сегодня в аналитике по моим оценкам вместо мне несколько авторских индикаторов им и модели оценки экономических условий штат по моим оценкам у нас намечается некое дно по деловой активности но не в плане что мы будем расти а в плане что будет стагнация то есть но и стагнация тоже есть софт лендинг то есть то что ждет его и открывается фрс чтобы остановить и затормозить да да но не рост а именно именно 100 стагнационные процессы то есть это такой вот болот сюда но не но нет но не не глубок кстати мы имели то же самое между прочим в начале нулевых вот когда была коррекция там трехлетняя до условно вот была такая же история то есть тогда была стагнация то есть про просадка по ввп была там незначительная то есть был софт лендинг вот но это не говорит о том что у рынка есть повод для роста потому что стагнация это не рост деловой активности первое и второе у нас есть очень жесткие финансовые условия поэтому здесь финансово от именно рисков для финансовых рынков как части финс и системы в целом да очень много сейчас и экономику я обращаюсь сейчас бы наверно отвел боже на второй план поскольку до экономика может оживиться она как более такой бой там более статичные процессы люди как потребляли так и потребляют рынок труда остается жестким то есть есть доходы в общем-то плюс-минус она устойчиво но финансы отнюдь учитывая банки все-таки нужно учесть временной лав после того как ставку поднимают больше года потихоньку начали поднимать и рынке экономика это почувствуют только через какое-то время тоже для этого нужно время этом полгода год и обязательно будет замедление если не будет замедление инфляция приведет к снова к ужесточению это точно будет и и рецессия и истопляция но сейчас я ожидаю все-таки затухание рынка труда то что добивается фрс и если не рецессии то серьезного замедления экономики но рынки сейчас работают оторвано они программозируют по процентной ставке думают что она в расти не будет и думают что возможно даже будут понижать или в конце года или в начале следующего фрс говорит по-другому они противоречат другому друг другу но на графике мы видим что рынки действуют совершенно на на наоборот что ну что вы ведь фрс все-таки речь до замедления экономики соответственно рынке все-таки должны отреагировать отчетности это тоже касается американского рынка и европейского общем тоже ну да это глобальный рынок часу в принципе это одно целое там по сути за редким исключением кстати интересное было сегодня заседание банка и японии они тоже начинают потихонечку подходить к жестко то есть шаг за шагом все сегодня они объявили о том что они не не гарантируют доходность ниже 0 5 процентов по длинным гособлигациям то есть там тоже понятно что им будет крайне сложно это сделать но скажем так последний да вот последний столб поставщик ли ликвидности да вот можно так его его обозначить он он сдается понятно что это будет длительный процесс да но он он сдается вот сейчас очень много кстати интересно сейчас мне нет несколько интересных тем сейчас есть среди западного мира вот одну ты подкинул мне своим размышлением я уже ее забыл конечно китай есть китай и народ за зашевелился в плане того будет ли китай стимулировать рынок недвижимости будет ли китай снова новым да вот поставщиком ликвидности на на мировом рынке понятное дело что приводятся там но какие-то там теории заговора геополитические истории типа америка хочет чтобы это было потому что это необходимо всему развитому да миру всем рынкам принципе но короче говоря пока я одну я посмотрел пока китай конечно но не похоже что он стимулирует и крик кредитная активность слабая и денежная масса там не растет более повышенными темпами там ну какие-то там из соц соц выплаты префектурам то есть вернее провинциям да но тоже там слабенькие они продолжают продолжают активничать на рынке золота продолжают скупать в резервы они до этого представили рекорды покупки на фоне и политики и сокращают свои вложения в госамплиминации но в праздничном американские поэтому на переток на рынок золото немножко приходит но туда не дает им пробить 2070 по золоту вверх мне кажется что рано или поздно мы туда пойдем а что вообще думаешь да вот по золоту но я бы я понимаю что да долгосрочно скорее всего сейчас все все быки потому что все понимают что будет критом все понимают что пока другого инструмента у нас нет у центральных банков для стимулирования экономики но это понятно если убрать это там ну вот до конца года да вот как я делаю я думаю что там плюс геополитика все-таки золото время от времени инвесторы вспоминают что это убежище и это всплески нестабильность тайване нашей стране к сожалению но золото реагирует на какие новости ростом обычно какие-то 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 серьезные риски вот и то что рынок будет если рынок поверит что процентную ставку сша показ поднимать не будет и америка и европа становятся под ним в поднимание базарной ставки движение по золото но здесь вопрос еще раз я вернусь к тому что вот тут потолок госдолга в сша отменили поэтому я считаю что им нужно заинтересовать весь мир насколько это возможно чтобы вкладывать в долг сша и вот да и даже золото может скорректироваться на фоне этого как я говорил я жду в том числе поэтому укрепление доллара потому что когда они пылесосят с рынка долги даже даже такие дорогие как сейчас по 5 и выше процентов короткие я имею ввиду гособлигации сша и вот эта причина почему золото может скорректироваться но впоследствии будет коррекция или нет но все равно я ожидаю дальнейшего роста потом когда после рецессии начнется ну или пауза в росте ставки или снижение процентной ставки ну соответственно и увеличение количества денег в экономике снова к этому и вот эта волна банкротства которая была в марте банков в сша я думаю что она может быть не последней еще есть сектор коммерческой недвижимости еще рост количества банкротства средних компаний в сша поэтому на этом фоне это тоже может привести к дополнительному росту ликвидности а соответственно и росту и золота том числе этом или тоже мнение моменте на моменте сжатия ликвидности происходит там если дефолты идут то тогда это сжатие ликвидности и в момент сжатия обычно золото падает вместе с ценами любых активов то есть все валится доллара закинуть марте что если помню аркеры у нас перелили деньги сразу если бы не залили бы тогда то не факт что золото удержалась бы это был бы просто финансовый кризис и биткоин биткоин вырос до 31 и до 30 это же на этом фоне и в это же время соответственно причина основная это риск конечно конечно количество денег которая начинает вливать в какой-то момент ну ты ты успел среагировать на золото успел то там взять марте нет и не в рынке честно говоря занят работой и просто анализом и нет лишней ликвидности я успел там чуть прокатиться да ну правда я уже брал там уже остатки там но не сильно много было но все равно там хоть думаю хоть что-то хоть часть для движения такого эпичного ну так по евро вчера да я вскочил но она что откатило теперь получается что я там плюс-минус и наличие а они так и я бы я там думаю у меня же цели 105 106 смысла мне я буду ждать конечно я буду ждать вопрос по биткоину кстати вот мы заговорили о защите от риска золото понятное дело это один из эталонов как ты думаешь биткойн он претендует название вот защитного инструмента как многие сейчас его называют есть адепты этого там взять там того же талиба взять того же баффета они вообще ну полностью они говорят что не это все чушь к твое мнение вообще вот кстати о крипте дам что ты думаешь об этом году защитного элемента это возможно мне я не верю что это может так произойти в такие короткие сроки потому что золото золото как инвестиционном инструменту сотни лет а биткоину с 11-12 с 2008 вот поэтому но я в свое время я был скептиком как сотрудник банка как более консервативный классический но сейчас я вижу что у биткоина ну вообще в целом у криптовалют я бы обращал внимание на первую десятку по капитализации но говорить можно кое не об эфире но вот биткоин я вижу как перспективный актив и самое главное его достоинство то что такого нет ни у одного его мире четко понятно известно сколько его может быть всего 21 через несколько лет и каждые четыре года происходит халвинг усложняется добыча дороже добыча это майнинг и соответственно в марте следующего года будет очередной халвинг биткоин вообще по статистике всегда или во время халвина или перед или после был рост сильный но если даже не несмотря на статистику и держать в уме что закончится будет рецессия и остановится поднятие пациентных ставок начнется снижение и начнет опять увеличиваться количество денег в обращении то биткоин это одно из мест один из активов куда они потекут учитывая самое главное что еще раз даже золото такого нет что четко понятно сколько есть пока не взломал как супер компьютер алгоритм и не увеличил количество к биткоину но я пока в такое не верю поэтому я вижу перспективу и даже если он будет корректироваться там до 25 поможет и ниже что в реале хотя бы все возможно на фоне регуляции на фоне того что центр банки на самом деле против но рисков много но я знаю что рискало только то только такие могут запретить могут уголовную ответственность за владение биткоином как это на практике реализовать они не знают пока никто не знает поэтому я вижу особенно в преддверии халвин а еще расскажу что где-то там может если не сейчас то осенью хорошие перспективы у этого класса ну я тоже склоняюсь к тому что биток интересно себя повел в марте да вот на вы на банкопаде то есть было ну было видно что да это идет защита от риска еще мне еще мне нравится то что им владеют в основном у физики и это молодежь да то есть это это та избыточная ликвидность в потребительских финансах которая идет просто в сбережение и его сберегают отчасти в битке что хорошо тем вот если брать там финансовые кризисы то идет распродажа всех кого классов активов да именно и с националами по потому что у них появляются дыры в балансе на им надо кэш и они все сбрасывают то в битке на мой взгляд такого не будет потому что народ не будет скидывать биток то есть то во что они верят то есть основная масса это понятное дело либо инсайдеры либо те кто связаны с ним плотно в крипто мире либо же какие-то там молодежь продвинутая да и тогда это я думаю что сброса такого не будет я добавил бы майнеры сюда можно майнеры кто часто сбрасывают они когда видят что они в прибыли они видели снижение резко видели рост они держали минус терпели плакали но теперь они когда выходят цена выходит в их безубыток или или они видят прибыль они время от времени сбрасывают то что они на майне это биту биткойн но когда произойдет халвинг и себестоимость скорее всего увеличится баню соответственно и да будет невыгодно раньше чем цена не поднимется до какого-то уровня это раз ну и как то что в марте не не только в марте еще ты сказал про физиков я не я не топлю за bitcoin за крипту я говорю просто как это с точки зрения макроэкономики и пытаюсь оценить это это явление но ты ты же слышал что крупные фонды крупнейшие которые black rock и другие подали заявки детей по биткоин то есть они делают инструмент для институционалов это понятно доступ увеличится уже заходят такие крупные игроки институционалы как тесла владеет битком да все следят сколько у них осталось на банк на балансе от этого зависят и акции теслы и стоимость битка в том числе это как бы небольшой показать там незначительный предел лишь маленькая однозначно там то есть я не думал что она влияет прям на финн финустойчивость там и так далее там без под команды для вложения смотрят пишут на теслу может не влияет но на стоимость битка как это маск к нему относится учитывая то что он лидер мнений и так далее и если какой-то из и киевов утвердят и то что black rock пробьет эту тему если это не какая-то закулисная то конечно же туда выйдут пойдут большие деньги которые ждут они ждут тоже регуляции поэтому регуляция сначала для большинства может показаться минусом но для того чтобы крупные игроки зашли в этот рынок крипты то регуляции это большой плюс конечно 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 это тоже еще один потенциал момент для потенциала да ну тоже я я разделяю до мнения о том что биток это нормально уже активе с ним можно работать я держу на холодном тому немножко биткоинов то есть это на разбережение то есть это не спекулятивно но у меня бывают спе спекуляции когда я там бывает у меня добывает я бы я покупал там от двадцатки потом продавал там от тридцатки то есть но такие у меня есть сделки но они это такое решение спонтанное это ощущение общего рынка но опыта и просто ттп о будем будем идти в рост хераз взял очень сильно например год назад очень сильно биток был привязан к фондовому рынку там крис куда об общему общему циклу риск он висков да и 500 он уходил прямо прямо как привязаны иногда иногда отвязывался но очень было а сейчас судя по новостям и по аналитике самая меньшая корреляция с фондовым рынком за два года только отвязался он живет своей жизнью но это хорошо кстати это хорошо и видимо и видимо это и побудило может да вот black rock и fidelity и тип идти по по пути создания инструмента для националов я думаю что это интересный давай давай мы наш выпуск закроем темой нашей страны ставки да вот ты говорил что в ставку понизили по-моему на на три процента ты говорила было после начала войны нас банк принял решение где-то в июне месяца была ставка там 10 подняли сразу до 25 процентов и бороться с инфляцией что ну это логично да и вот впервые больше чем за год в четверг вчера ставку понизили учет ставки показаны процентные ставки по которым банки украинские размещают свободные ресурсы в нас банк на день на неделю на три месяца ну а ставки они бросают да ну типа такие вот к этой ставки зависит ставка те банки которые нужны ресурсы они берут рефинансирование просят у нас банка и она тоже зависит от этой от этой ставки то есть это не просто учетная ставка что она формально она действительно это и если банки могли разместить по 25 процентов или по 20 короткий то есть купить депо сертификаты у нас банка образом то есть банк отдает ресурсы гривну нацбанку там на ночь овернайт и получать депо сертификаты и потом у нас банки возвращают гривну и платят за это 20 процентов годовых просто на ровном месте соответственно армонки банки да банки это помогло сохранить много банков это могло вот соответственно и деньги и налогоплательщиков и населения но банки начали повышать процентные ставки по депозитам соответственно сейчас минимум они не будут продолжать повышать наверное начнут уже понимаешь процентная ставка не сейчас вчера понизали до 22 процентов обещают прогнозируют понизить до 18 даже если до 20 то соответственно процентные ставки по депозитам должны снизиться в банках в риме и ставки по кредитам тоже хотелось бы чтобы снизились вопрос кому их выдавать чтобы было были надежные залоги и экономика работала несмотря на войну поразительным образом она продолжает работать во многом благодаря поддержке наших международных партнеров вливанию валюты там международные резервы на рекордных уровнях и это обеспечивает стабильность национальной валюты вчера отреагировал курс процентную ставку подняли снизили прошу прощения оговорился снизили процентную ставку нас банк и курс долларов немножко вырос на 50 копеек сейчас немножко даже откатился и сейчас на уровне 3730 на 3770 немножко выше чем держали последние несколько месяцев то есть не незначительно абсолютно как бы нормальные колебания ну ты не ожидаю что это приведет там к ослаблению гривны да то есть все все таки амортизация с помощью крупных резервов да то есть она по идее равновесит и гривна из-за этого из-за снижения ставок не должна подешеветь да все таки по экономическим теориям законам то в принципе может добавлять но так как у нас большой запас поддержки наших западных друзей гривна обеспечена да я понимаю все зависит от желания нацбанка и его прогнозирование как будут будет поступать дальше помощь и так далее поэтому сейчас я рисков для активных никаких не вижу а колебания в пределах там 38 39 и даже 40 я не считаю значительными рынок же межбанковский зарегулирован и там очень узко все в районе курса нас банка держится поэтому что нас банк наверно не готов отпускать рынок наверное для экономики это было бы полезно по чуть-чуть по чуть-чуть немножко ослабевать да немножко на регуляцию регуляцию и мы будем надеяться что у нас банк знаю что делает и все-таки это пойдет нам на пользу но как минимум если с ней снизится ставки то хотя бы может и потребительские кредит оживиться да вот там ипотека может быть да ну пойдет более оживленно то есть ну будем надеяться все таки на лучше кстати насчет поддержки мы оставим обязательно ссылочку в описании ссылочку на банку какой фон там у нас ты сказал фонд поварность живым да такой чтобы не было никаких там инсинуации я думаю что это известный фонд который надо но мы мы понимаем что вы каждый из вас этому можем уже сделать сам через монотами ли там еще приват или еще где-то ну просто как давайте вместе будем поддерживать поддерживать воинов поддерживать страну то есть это сейчас страна до в сложной ситуации поэтому нужно работать нам все вместе чтобы мы только мы да сможем сможем стать опорой опорой для нашего государства ну что ж я думаю что формат 1 у нас выпуск удался на мой взгляд если вам понравился формат выпуск пишите обязательно в комментариях нам нужен фидбэк чтобы мы видели что для вас это интересно если это интересно то мы с андреем под напряжемся и следующие выпуски уже будем делать формате онлайн то есть это будет общение да вот прям такое в реал тайме и будет наверное более плотно готовится конечно же спасибо андрей за приятную теплую беседу да было очень интересно пятничный вечер думаю что всем это видео понравится тоже спасибо всем за внимание хороших выходных всем пока с ливанова спасибо